Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня в этом видео я снимаю такую интересную тему, как обмен жизнью с подписчиками. Суть этого видео в том, что я даю вам возможность прожить мою жизнь. То есть вы будете представлять себя на моем месте и писать мне о том, что бы вы делали будь мной. Например, пойти в ресторан, или встретиться с сильняшкой, или там, не знаю, погладить пафос на кицу. В общем, что бы вы делали, будучи на моем месте. И именно про это сегодня будет видео. В своем инстаграме я уже задавала этот вопрос, получила у него очень много разных ответов. Поэтому предлагаю, в общем-то, не тянуть и уже ко всему этому приступить. Кстати говоря, если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно это сделай. Тык. Включай себе удовление в публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Самое первое, что бы мне хотелось сделать и заодно узнать о своих подписчиков, это как я должна одеться. Поэтому сейчас я задам вам такой вопрос. Я села снимать это видео, и мне нужна ваша помощь. Пришлите мне в директ, пожалуйста, любую мою фотографию, где видна моя одежда, чтобы я могла выбрать себе лук на день. Потому что я не знаю, что мне одеть, и мне нужно, чтобы вы помогли мне с выбором. Так что смотрите мою ленту и присылайте мне фотку. Осталось только дождаться. Что ж, большинство проголосовали вот за эту вот фотографию. Поэтому именно такой лук я сегодня и соберу. Большое спасибо за вашу помощь. В самом начале мне нужно будет умыться, потому что это именно то, что вы бы сделали на моем месте. Пошли бы умываться. Ну что ж, раз уж мы умываемся, заодно покажу вам, что я делаю. В самом начале надеваем мою повязку, чтобы волосы мне не мешали. Начинаю со средства для умывания. Теперь я беру мой серум и наношу его на лицо. Как вы знаете, я вообще фанат корейской косметики, но учитывая, сколько ее вообще здесь и как часто я об этом говорю. Но в последнее время мне почему-то хочется перейти на какой-то новый уход, поэтому я выбрала аптечный. Но я пока что всем очень довольна, потому что ступеней гораздо меньше, а эффект получается тот же самый. Поэтому пока моя кожа отдыхает от целого корейского пирога, я использую аптечную косметику. Остатки средства просто снимаю себе на руки, на шею, на локте. В общем, куда угодно, лишь бы средства по коже распределить. И средства под глаза. С такими ногтями, конечно, это очень травмоопасно. Но ничего страшного. На этом мой ход закончился. Давайте посмотрим, что делать дальше. А, нам нужно лук собрать, потому что в этом-то идти как-то вообще никак. И что ж, именно его сейчас я и буду повторять. Все достаточно просто и хорошо, что по погоде тоже совпадает, потому что на улице достаточно жарко. А здесь у нас футболка. Что-то одежды как-то стало в последнее время немного. А, вот эта футболка. Отлично. Футболка есть. Теперь осталось подобрать юбку и носки. Класс, все навалено так. Так, эмульсия у меня подсохла. Все, можно на лицо наносить SPF защиту, потому что сегодня я думаю, что я буду много гулять. Потому что уверена, что задания будут связаны в том числе и с этим. Поэтому нужно прям хорошо защитить свою кожу. Я не хочу делать какой-то супер активный сегодня макияж. Останусь, в принципе, вот так вот, как есть сейчас. То есть, еще немножко добавлю тента на губы и ресницы. Заодно, раз уж вы дали задание сделать проверку какой-то косметики, проверю вот эту вот тушь от Stellar. Результаты теста будут у меня в инстаграме. Подписчики мне ее рекомендовали еще давным-давно, но я недавно только дошла до того, чтобы ее купить. И вот сейчас я ее проверю. Результаты теста вы будете видеть в течение дня у меня на лице. Ну и, естественно, мое мнение будет также в инстаграме озвучено, что я, в общем-то, думаю на этот счет. Тушь совершенно новая, поэтому это нормально. То, что она дает мне много средств. Но, в целом, не могу пока ничего сказать ни плохого, ни супер хорошего, потому что непонятно. Все будет понятно по нижним ресницам. А так получились достаточно густые ресницы. Ну, сами зацените просто разницу. Хотя нет, знаете, я погорячилась все-таки. Очень хорошо, хороший результат, учитывая, что тут нет керлера и нет ничего. Вот без ресницы, вот с ресницами. Все-таки нет, все-таки это круто. Сейчас нижний глаз сделаю, подождите. В общем-то, начинает нравиться. А вот здесь вот уже интересно. Нижние три ресницы прям хорошо делают. Собственно, вот что получилось. Еще добавлю сейчас каплю помады. И все. Какое задание у нас будет следующим? Я забыла, прыж можно запросить еще. Вот говнюк вылез. Следующее задание опять тискать кота. Потому что я должна играть сегодня с моими животными. Буду много с ними играть, да, Эвка? Это бенгальский кот по имени Эвил. И он совсем не любит, когда его трогают. Кошечка маленькая. Не уходи. Вернись ко мне, вернись. Я все прощу. Знаете, что хочется сказать? А кица-то пафосно. Сейчас я подхожу к салону красоты. Буду делать процедуру для волос, как вы и хотели. Потому что все мои волосы, они уже где? Они у меня во рту, потому что дождь. Собственно, вот салон. Сейчас мы туда пойдем делать для волос какие-то полезные штучки. Я пока что-то не знаю, что мы будем делать, потому что надо сделать что-то классное. Пойдемте. Здравствуйте. Смотрите, я снимаю сегодня видео. Я хочу сделать какой-то уход, но я реально не знаю, что мне выбрать. Поэтому, может быть, вы что-то подскажете? Конечно. Можно прикоснуться к вашим волосам сначала? Я думаю, что мы с вами попробуем уход, который будет персонально подобран под ваш тип волос. И я думаю, вы останетесь довольны. Потому что это именно персонализированный уход на клеточном уровне. Классно, давайте. Интересно. Мастер посоветовал мне процедуру, которая называется Estelle Couture Lab. Как он и говорил ранее, это персонализированный уход, где мастер по созданию волос подбирает бустеры и формулу, которых, кстати, несколько для разных запросов. Блеск, увлажнение или восстановление. Мы выбрали блеск и увлажнение. Сейчас средство наносится по прядям на волосы. Теперь голова покрывается пищевой пленкой. И дальше меня сажают под аппарат, чтобы действие бустеров началось. Надо подождать немного времени, пока полистаю журнал. Прошло 10 минут. Идем смываться. А мне кажется, они тяжелее стали. Да? Серьезно, да? Мне даже не кажется. Офигеть. У меня такое чувство, что волосы, ну, как будто в два раза их больше стало. Я даже не знаю, как это описать. Прикольно. Офигеть, они так блестят, даже я это вижу. Да? Круто? Круто. Они еще, на самом деле, стали такие тяжелые. И я даже не знаю, как описать, как будто более плотные. Короче, это вообще... Процедура, кстати говоря, имеет эффект накопления. Поэтому, вообще, я очень счастлива. Ну, и, соответственно, хотим рекомендовать для продолжения данной процедуры Beauty Lab уход кутюр-вояж, в основу которого входит гиалуроновая кислота и протеинный сои. Шампунь, бальзам и спрей. Это чтобы дома, да, поддерживать состояние волос? Да. Идеально здоровый волос, это всегда, когда три продукта на голове. Хорошо, буду обязательно делать. Спасибо большое. По следующему заданию я должна была приехать к подруге. Поэтому именно этим я сейчас и занялась. Я приехала к подружке, чтобы мы могли вместе с ней пойти и покушать. Осталось мне только найти, куда бы мне присобачить... Вот это вот добро, потому что мест нету. Я уже опаздываю на 20 минут, полный отстой. Ну ладно, прости меня, сладкая пуска. А вот эта вот женщина, которая идет впереди меня, ей принципиально нужно завтрак. А так как мы снимаем в воскресенье, то как бы все везде занято. И она никак не может поесть свой завтрак. Оправдывайся. Хочу сказать, что в этом освещении мы очень некрасивые. Офигенная ручка. Так, нам надо выбрать еду, а мы не знаем, что выбирать. Поэтому пока заказали себе только кофе. А пока можете заценить, в принципе, дизайн этого ресторанчика, потому что я здесь еще не была и здесь очень топово. И достаточно православная, я хочу сказать. Хватит ржать, что ты ржешь. Принесли кофе. У меня без корицы, а у нее с корицей. И это то, что мы сейчас будем пить. А еду нам еще пока не привезли. Пьем очень скромный завтрак. Ага. Ты всегда так скромно питаешься? Нет, иногда у меня более пучные торжества бывают на завтрак. Но сегодня все очень скромно. Ага. А у меня лосось с бенедиктом и драники, по-моему. Очень все православненько. Что ты несешь? Вы все хотели посмотреть на мою жизнь с людьми, вот теперь вы на нее смотрите. Обычно мы просто ржем, несем какой-то бред и сами не понимаем, что мы делаем. И едим. Едим обычно постоянно, да. Едим немного. Следующее ваше задание было, чтобы мы пошли гулять в парк. Ну, собственно, мы в парк и пришли. Я гуляю. Очень удивительно и уникально. Не, на самом деле нам нормально гулять в парке. Мы постоянно на Сан-Бод гуляем. И сейчас мне подруга рассказала о том, как у нее сперли 9 тысяч рублей с карты Сбербанка. И Сбербанк не очень спешит ей помочь в этой проблеме, да? Да. Дальше, если бы вы были мной. Да, если бы вы были мной, вы бы, наверное, уже вскрылись, потому что таким тупым человеком быть нельзя. Так, дальше нам нужно... нам нужно найти соленый кофе. Соленый кофе? Это кофе с соленой карамелью. Нам нужно найти кофе с соленой карамелью. Я знаю, где есть кофе с перцем. Может, перец? Давайте перец. А давай сейчас устроим опрос в Инстаграме. Подожди. По заданию этого видео я должна пить соленый кофе. Но вот мне подруга предложила пить не соленый кофе, а острый кофе. Так что выбирайте вы, что мы будем делать. Все-таки пить соленый или пить острый. Опрос за вами. Так, вы выбрали, что я должна пить острый кофе. Так что мы направляемся пить острый кофе. Женщина, которая меня сейчас снимает, знает, куда мы идем. Поэтому я иду, а она идет за мной. Пришли в кофе. Ну, как в кофе. В ресторанчик пришли еще раз. Потому что единственное, что мы можем делать, это жрать и гулять. Вот. Так, значит, сейчас мы будем заказать острый кофе. У вас остался раф, да, с перцем и лавандой? А, хорошо, вот я буду раф с перцем и лавандой. Принесли кофе, реально. Смотрите, вот тут все. Это все перец, тут красный и черный. Сейчас это попробую, потому что очень-очень необычно выглядит. Тебе нравится? Супер. Такого экстрима я еще не пробовала. Кстати, пахнет очень необычно. Это вообще круто. Это очень странно, но очень круто. Я не уверена, что хочу пить этот кофе каждый день, но иногда его прям вот, наверное, будем ходить попробовать, потому что очень необычно. Кофе мы выпили. Что вы захочете от меня дальше? Давайте, дорогие мои друзья, посмотрим. Так, уже вечер, я вернулась домой. Теперь у меня по заданию следующие позиции. Во-первых, нужно закончить с тестом на тушь, но это я буду уже делать для инстаграма, поэтому здесь я это не буду озвучивать. Обязательно переходите в мой инстаграм. Там, смотрите, хоэлайтс. Хоэлайтс это вот это вот, где написано тест косметики. Надеюсь, вам видно. А пока следующее задание это пойти и поплавать в бассейне. Ну, что ж, пойдемте поплаваю. По пути в бассейн я тут нашла собак, поэтому буду играть с песиками, потому что вы же хотели, чтобы я играла не только с пафосной кицей, но и с собаками. Собаки, как видите, меня любят посильнее, чем эта шкера кошачьего пола. Смотрите, смотрите, вот сейчас я глажу эту, а вторая приходит и недовольствует. Вторая приходит и недовольствует. Как-то тут лючил только гладят, только лючил гладят, да, только лючил. И тебя погладят, всех погладят. Так и живем. Хочу в бассейне с собой взять кофе и немного фруктиков. Халат захвачу и пойдем. Вот такой вот легкий у меня будет сейчас, получается, вечерний перекус после того, как я поплавала. Анжир. Недавно я видела, как они растут, а теперь я их ем. Интересно. Так, выпью еще кофе и надо посмотреть, что вы будете делать дальше, будучи на моем месте. Так, ну что ж, дальше вы хотите, чтобы я пошла и сняла какое-то видео с необычным макияжем. Ладно, пойду высушусь и покажу вам, как происходит магия. Сейчас я покажу вам немного, как выглядит мой съемочный процесс перед тем, как я начну снимать видео в инстаграм. Здесь уже что-то лежит, здесь уже стоят кисти. Вот это я обычно использую, чтобы была подставка под микрофон. И вот всякая косметика, которую я буду пользоваться, она плюс-минус везде разложена. И, соответственно, здесь стоит мой штатив, а тут стоит мой штатив под телефон, если вдруг мне кто-то что-то будет писать, чтобы у меня была возможность ответить. Собственно, вот так вот все у нас выглядит. Теперь осталось пойти подобрать себе лук и можно начинать делать съемку в инсту. А, вот эта штука, кстати, там парик лежит. А это сетка под парик, не пугайтесь. Как-то так обычно и проходит съемка. Я просто сижу перед камерой, кот делает что-то, что мне обычно мешает, типа там, не знаю, теребонькает мою косметику. А я продолжаю краситься. И в один момент происходит вот такая вот магия. И тадам! Как-то так происходит мой съемочный день. В общем, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лоисы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо за просмотр. И всем пока! До новых встреч! И не забывайте подписаться на мой инстаграм, потому что там будет это видео, которое вот с этим вот образом. До новых встреч! Продолжение следует...